Постоянно под окном притона бабки сидят. Сдали меня в ментуру уже не раз. Моя бы воля, всех впечь нахуй. Спайсухи даже в притоне нет. Какой смысл жить? В осетту два месяца нормально не играл. Ну где же Спайс? Ебаные мусора, все дырки прошманули. Черти. В этот раз подход к делу был куда серьезнее. Вместо того, чтобы пугать спящих бомжей в донецких парках и вываливать пипир на глазах у бабушек, я решил подготовиться и скачал андеграунд, общепризнанный автосимулятор. Там я продул местным ботом и обучался автоинженерей, чтобы не делать ебанутых настройок с развалом в ноль. Во, смотрите какая наклейка с надписью всякое. Первый парень на селе Буд. Ну а дальше, в гонке Бочерникова спиздили инопланетяне и больше особо нихуя не происходило, чтобы вам показывать, поэтому я пошел на другую гонку. Тут оправдание ради я должен сказать, что не играл недели так с две, а может и месяц, так что это выглядело типа как и-ы-ы-ы-ык, педальки, и-ы-ы-ык, машинка, руль, и-ы-ык, курнаков. Я блестяще квалифицировался на последнее место, стоя в питах и попивая кофе, а после даже успел отработать основные приемы грамотной борьбы и гонка началась. Какой-то черт хотел наебать всех, однако, получил пизды о новой системе фальстартов. А потом всё поехали я, из-за деградации без гонок, чуть не выбил своего же бандита на кровожадные ковры, но тот не пальцем делан и смотрит резню, знает что как, поэтому сам дал пизды ковру и поехал дальше. Однако, спустя поворот, за все мои грехи я получил пизды от машины с хитерами и улетел в стену. Ах ты маленький пидарос, я твой ник ним надолго запомню, нажерусь комариных таблеток и заблюю кровью весь твой падик, сукин ты сын. После я заметил испуганную плетущуюся жопу Курнакова, который секундой ранее засадил местному коммунисту Артёмке, спутав его со мной. А машина с хитерами бесследно пропала, однако, получит пизды при следующей встрече. Меня тренировали лучшие неадекваты симуляторного сообщества. А шо это тут у нас? Ебать, это же антикоммунистический Максимка заехал. Едь к мечте, к свершениям, разворачивай коммунистов. Ебись с собаками. Живи мечтой, как в последний день. Потом я спугнул какого-то Ваську, словил штраф и получил пизды от кровожадных ковров, что стали еще злее, так как сами получили пизды от бандита вначале. Это вынудило меня сделать остановку. Я влетел в пито и чуть не разбился, в лучших традициях. А потом еще минут 30 дрочил там на модельку питового типа. Вот стою я. Вот покатился Максуха. Вот Максуха хочет меня обогнать. А вот я пересекаю запретную линию и хуй он меня обгонит. И вот я впереди Максухи. Все круто, жизнь удалась. Хоть кого-то опустил, батя уважать начнет. Однако, червивые инженеры не поставили АБС в машину. Поэтому, тут вы можете заметить червивую блокировочку, что привела к развороту. Проблема в том, что мой навык торможения без АБС отрабатывался на велосипеде Украина и в симуляторе Project Cars, где шо АБС есть, шо его нет, все оно хуйня и мамку его ебал. Потом я светил задом Сматракову и развлекал его всякими прочими методами. Решил показать ему фокус, а именно трех. Это уже традиция, однако, не справился с управлением и улетел в Эбене. Теряю хватку, что поделать. Остаток гонки я ехал как бабуля и зверски издевался над линией, что позже было зафиксировано мсье Курнаковому, так что мне пришлось отгрести нихуевой пизды. Я даже не знаю, что вам еще показать. Вот, к примеру, героин, что мы шияли с другом. Ладно, это всего лишь мой типичный завтрак, так как я с Донецка. И судя по всему, вы, господин, досмотрели до конца, что делает вас деградантом поболее моего. Поздравос! Субтитры сделал DimaTorzok